Всем привет! Мой игровой никнейм Ерасик и вы попали на мой ютуб канал. Сегодня я хотел бы вам сообщить новость, которая разлетелась по интернету за считанные минуты и стала самой обсуждаемой в первые часы её выхода. А именно то, что корпорация Microsoft купила игровую компанию Activision Blizzard за 68 с половиной миллиардов долларов. Мне бы лучше на мать отсыпали. Ебогу. Это ж сколько на дошираках-то прожить можно, а? Виновник же с его торжества, кстати, называется Фил Спенсер. Он скоро, кстати, землю купит. Которая планета. Но это не точно. Новость можно назвать скорее хорошей, нежели плохой. Ведь учитывая все последние события, произошедшие в компании Activision Blizzard, только ухудшали её репутацию. Вот прямо сейчас будут просыпаться теоретики про недавние скандалы и говорить. Да я вам всем пояснял овощам, что все эти микрософты эти ваши придумали падальщики вонючие, чтобы задеть репутацию компании и как набросятся. Такие скандалы, как сексуальные домогательства компании, меньшая финансовая оплата женскому персоналу, что повело за собой стопор в анонсе нового контента, а также ряды изменений игр в сторону, переделок разных картин в игре Варкрафта под предлогом сексуализированности контента. Ситхи хотели себя радовать контентом, однако джедаи задушили первых и заставили их примкнуть с светлой стороне. Благодаря покупке корпорации Microsoft откроются доступы к новым метавселенным, станет третьей повеличение компании дохода в сфере видеоигр на ПК, мобильных устройствах и консолях. Да какие к черту метавселенные? А вон пацаны пришли на рынок и вываливали свои яйца перед компаниями Sony до Tencent. Говорят, что мы новые монополисты. Кого? Что за метавселенные и как они будут работать? Я честно в инете поискал и проще говоря будет создана место, игра, где будут тусить много людей. У них будет своя виртуальная недвижимость и еще куча разного хлама и инфити флюшек. Вы сможете управлять персонажем, как в Варкрафте, ходить по миру, как в реальности, только виртуальные, кстати. Собираться с друзьями в определенном месте? Сможете там покупать себе участок земли? За деньги? Шо? В общем тема довольно интересная. Единственную метавселенную, которую накопал, это Decentraland. Сам я узнал только сегодня про всю эту движуху с метавселенными. Поэтому могу только выдвигать теории. Может не о сюжете Варкрафта, за которым я не особо-то и следил. Однако, никто не отменяет того, что лет через пять, а то и десять мы уже будем играть в наш любимый мир военного ремесла, совсем не клавомышля, а уже джойстиком в VR очках. Вместо боссов у нас будут покемоны, а сами мы будем управлять персонажами из вселенных Старкрафта. Что будет с Бобби котиком в ближайшее время, более-менее ясно. Недавно на него собирали петицию на увольнение. Полторы тысячи сотрудников Близзард. Я тогда уже не удивлюсь, если все они драконы ПВЕ контента и трайлинг зота в мифике. Мне вот кажется, в следующем дополнении главным злодеем они сделают Бобби котика, поставят его ластом, переапают его в край, а потом фиксанут через 18 месяцев и сольют моментально. А к чему я это вообще говорю? Пост же генерального директора Бобби котик точно не покинет раньше назначенного срока, а конкретнее до июля 2023 года. До полной продажи ж*** компании Близзард осталось 18 месяцев и многое будущее непонятно, а конкретно выход контента в играх Близзард. До конца срока и после. С Ходсом и Старкрафтом ладно уже, Близзы их давно убили. С Вариком то шо будет? Прирождение XXX.0 будет? Можно много гадать на самом деле о том, что же будет дальше, однако у меня на этом пока что все, но не навсегда. Подписываемся на канал, ставим любимый палец куда надо, только не сзади, пожалуйста. С вами был Ярасик, всем пока.